ребят привет всем вот смотрите такая жесть мы 20 километров от города позвонили скале кутенок лежит а это жесть сбитая походу переломанная все те помощь нужна даже отползти не может вот видать ее сбили потому что трафта сбили что там кровь дай лежит походу долго вся в снегу чё с тобой чё сразу на снимок давай наверно в ту клинику да отряхни от снега и у нее жопка вся в снегу блин давай я и тебя и и отряхнул сапог вытряхни я ребят болею сейчас вообще на больничном нахожусь и и мы как всегда не подготовлены к этим делам сели и поехали вон че у нее тут какашки она обкакалась что-ли под себя что-то непонятно она и писалась и какалась ну вот он лежит видать несколько часов весь снегу вот сейчас отогревается тает на нем снег очень сильно дрожит это подросток ой покажите вот еще зубки не сменились все значит месяцев 6 да малыш морду завязали потому что больно он пытался отползти от нас немножко скалился пришлось завязать гордочку сейчас очень сильно дрожит напуган когда больно еще и холодно переоблаждение потому что у нас сегодня достаточно морозно снег под ним прям уже растаял то есть корка была снег стройный и прийти к жизни там ползни какие-то пока не дает мощь положила так и лежит Уши синие Лапу он потрогает Мутел замерз Коченеть стал Девушка видела как его сбила машина Маленькая красная Естественно ни номеров ничего Помощи ему не оказали А что же девушка то которая видела уехала Ну пост я увидела Было 847 У тебя сегодня После химиотерапии ты ездила капаться И вот после прокапки Мы сразу поехали То есть Сейчас 11 До 12 уже Какой 11 Узна По 12 Ну считай по моему Забрали полчаса назад Ну вот Два часа как минимум там пролежал на субботу То есть под ним уже корка То есть как таять начало Лежал свернувшись по бочкам Ну вот мы сделали снимки Не знаю что не понравилось там им в комментариях Под прошлым роликом про кошку Они отказались теперь сниматься Давать комментарии на камеру В общем у нас сломан хвост С разрывом Спинного мозга То есть хвост однозначно Его нужно будет под ампутацию Потом у нас очень сложный перелом Таза с правой стороны То есть подвздошные кости И вертлужные впадины Нам сейчас нужно найти срочно врача Который возьмется за эту операцию Вот потому что собака и так вот Несмотря на то что возраст 6 месяцев Будет страдать артритом Либо артрозом после этого Но если мы протянем время То чем дольше мы будем тянуть Тем сложнее это все будет восстановить То есть сейчас нам нужно найти ортопеды Который возьмется Нам посоветовали одну клинику Туда не поеду ребят принципиально У меня нет столько денег То есть у нас вообще в принципе нет денег А если мы поедем в ту клинику Которую нам здесь посоветовали Там можно сразу продать почку Или не знаю что там Все продать То есть там очень дорого Сейчас поедем к Антону Викторовичу Спросим возьмется он или нет Либо отвезем в Кип И Александра Ивановича Может быть как-то с ним свяжемся Еще узнаем То есть узнаем у тех врачей Которые нам делали И у которых цена адекватна Опора есть небольшая Отлежаться и будет ходить Ничего там не надо будет Зарастет щенок Там все это быстро срастет Но хвост все равно ампутировать Но хвост все равно ампутировать Туда Хорошая температура 38,1 Отогрелся в машину И по столам Тоже третья клиника 6,9 9,6 Пока оставляем в стационаре Сейчас уколим сыворотки Обезболивающие Правая Правая получается Вот черепно-мозговую травму Ему еще поставили Сейчас оставляем пока покой Под наблюдением В клинике Сейчас его обезболят Всеми необходимыми уколами Наколят И его оставим пока Ну так он молодец Не скулит Не ухает Не вздохает А как назовешь? Ярик Ярик Ребят Ну вот мы Оплатили Кастрацию Кобеля Которого Везем обратно Оплатили Пребывание Щенка 2500 То есть пока мы будем Узнавать насчет операции Стоит делать Или не стоит Может быть как бы то что Щенок молодой Отлежится и будет все хорошо По поводу хвоста расскажи Хвост Тоже пока решили не трогать Нужно отлежаться Потому что очень близко Находится К основанию позвоночника И может нарушиться иннервация нервов И то есть он может Непроизвольно начать Как оцеписится То есть это тоже не жизнь Пока мы ему даем Полный покой И пребывание в стационаре Под наблюдением врачей Сколько это продлится Насколько долго И нужна ли будет операция Пока неизвестно Мы узнаем об этом в понедельник Да А сегодня четверг То есть пока в ближайшее время Он будет Пребывать здесь Потому что сами знаете У нас был энтерит В любом случае Пока он не привьется Это месяц Как минимум Он будет Будет в стационаре Это все тяжело И не знаю как Просить Но вынуждены вас просить Опять поддерживать Нас не бросать Потому что Все что мы делаем Спасаем Кормим Лечим Это целиком И полностью Ваша заслуга То есть мы Делаем это только руками Своими возможностями Финансово Мы уже это все не тянем Поэтому Ждем от вас Помощи и поддержки Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok